Министерство ховы здоровья Беларуси, ведущие навыково-практичные центры, военно-медицинская служба, Министерство обороны и внутренних справ, КДБ, Держпогранкомитета, это у денег международной конференции только с беларусского боку, плюс ведущие специалисты в углении нейрохирургии из России, Германии, Турции. Обмен опытом, демонстрация сучастного апостолевания для лечения нейрозахворывания и мастер-класс от ведущих немецких специалистов по баллонной кифопластации, на практицах это лечение перелома позвонков по причине недохопа у их кальция. Сегодня у клиник Германии был самый великий опыт у проведения таких операций, и этим опытом тут не супер споделиться с беларускими коллегами. Тем более, что в нашей стране в последний час делаются значные кроки по укоренению сучастных технологий, и еще совсем недавно складанные нейрохирургические вмешательства делались только в Республиканском науково-практическом центре травматологии, сейчас уже и в Гомеле, на части Гродно. И вот этот центр буквально был перегружен в плане санавиации и оказания экстренной помощи при повреждениях позвоночника, особенно ныряльщиков, падений с высоты. И единственная бригада, которая по всей Республике выезжала каждодневно по несколько раз на день, это была в РНПЦ травматологии. Конечно, время здесь при этих повреждениях играет основную роль, поэтому было принято решение, чтобы создать у нас в стране такую диагональ – Гомель, Минск, Гродно. Подчас работы конференции, увага усим аспектам нейрохирургических отчинений, доклады часто узкопрофессийные и для неспециалистов не весьма заразумелые. Але один вывод может зарабить кожный. Сегодня белорусские медики не учим не соступают своим замежным коллегам, причем с понятца на достигнутом никто не сбирается. Планы на ближайшую перспективу у айчинных хирургов не меньше масштабные. Необходно освоить технологии эффективной послеоперационной допомоги. Это эндоскопические виды помощи, это лазерная хирургия, это те методы хирургической помощи, когда пациент после операционного стола может практически через несколько дней приступить в полноценную жизнь. Алексей Тюров, Игорь Марыченко, телерадиокомпания ГОМИ.